В Кирове всю неделю прокуроры вместе с коммунальщиками проверяют состояние кировских лифтов. Такие проверки сейчас проходят по всей России. Связано это с происшествием, которое случилось неделю назад в Москве. Там в элитном доме сорвался лифт с высоты седьмого этажа. Внутри находилась женщина, она погибла. Нужно ли кировчанам бояться ездить в лифте? Консультацию специалистов получила Анастасия Шерстнева. Пассажир, скажем так, не в адекватном состоянии находится в кабине. Он вот здесь у Главова, сюда прыгает и в шахты. Несчастные случаи в лифтах происходят редко, рассказывает специалист по проверке лифтов Роман Шалагинов. Но тем не менее, эксперты проверяют устройство ежегодно, а все замечания заносят в журнал. Сегодня специалисты проверили состояние 17-летнего подъемника на улице Воровского, 120, корпус 1. А также исправно работают электронные платы, вовремя срабатывают двери, канаты целые. Значит, состояние лифта удовлетворительное, заключают специалисты. Поэтому жильцы дома могут не опасаться, что, например, в их подъемнике порвется трос. Просто так он оборваться не может, я не знаю, что должно случиться. То есть, я не знаю, пожар, землетрясение. Один канат, у него запас прочности, коэффициент 13,8, их три. То есть, по сути, на одном канате кабина может есть. Но если каким-то образом кабина все-таки наберет скорость, то сработает ограничитель, и движение заблокируется. Эксперт отмечает, что если все проверки происходят ответственно, и сами жители следят за состоянием лифтов, то трагедии не произойдет. Несмотря на это, не все кировчане чувствуют себя в машине безопасно. Те, которые старенькие, иногда попадаются в старых домах, то, конечно, там все скрипит, и антивандальных нет стен, поэтому, ну, и заходить уже неприятно. И сама по себе, когда забираешься даже до девятого этажа, уже, ну, когда все трясется, страшновато. Но если сделано все правильно, то безопасно, конечно, все соблюдены технологии и техника безопасности. Но всегда нужно быть более бдительным и предусмотрительным, и не идти на поводу наших управляющих компаний. Лифт требует замены после 25 лет эксплуатации. Именно такой срок годности предусмотрен для устройства. Если жильцы дома считают, что подъемник уже устарел и ненадежен, то его можно заменить. Один из способов – купить новый наличные деньги владельцев квартир. Правда, это приобретение не из дешевых. Такая покупка обойдется в среднем в 1 миллион 800 тысяч рублей. Другой вариант – оплатить лифт с помощью программы капитального ремонта. Более половины лифтов в Кирове отслужили минимальный срок эксплуатации – 25 лет. Такие данные озвучил глава фонда капремонта Павел Сысоев. Если лифт, скажем так, больше 25 лет эксплуатироваться, и он работает, то, по идее, это нормально. Если его своевременно проверяют и допускают его к лифт, к работе, к дальнейшей. Но, конечно, по идее, больше 25 лет, если уже отслужила кабина, то надо производить замены. Так, согласно программе капремонта, в области в этом году заменят 120 устаревших лифтов. На эти нужды будет потрачено порядка 300 миллионов рублей. Если программа будет реализовываться и дальше, говорит руководитель фонда, то в течение 6-7 лет проблема полностью исчезнет. Анастасия Шерстнёва, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.